Так, друзья В общем, мы тут Сережа пошел отдыхать, он устал Потому что, ну, он реально болеет Сильно болеет В общем, отправили его уже Пару часов прошло Все, смотрите, сейчас хотим Да, я не знаю, сколько уже времени Сейчас время у меня надо заряжать Уже 10 часов, на самом деле Смотрите, сейчас хочу машину свечку Опробовать, она отсюда пахнет Фитиль такой первый раз Ядовито пахнет, честно говоря Ну, и пахнет ядовито, но сейчас подожжем Посмотрим, как будет пахнуть Да, а вот тут, видите, у нас Такие пандочки Я снимаю тебя тоже Данька поджигает Сейчас посмотрим Я говорю, а то не знаю, будет гореть Нет Деревом сразу пахнет, слушай Деревом пахнет Это, наверное, специально так сделано, что ли Ну, и запах такой, да, пошел Ну, что, друзья Вот так, видите, как Я не знаю, с чего сделан фитиль Но он в виде сердечка стал почти что Что-то не задулся бы Так, ну что, друзья, мы выключили свет Выключили свет Кстати, я не совсем без украшений, если вы думаете Смотрите Это дарил мне Сережа Или дарили все Я не помню, о Новый год Очень, как подарок какой-то Вот Вот такое у меня платье Не знаю, Маша показывала Издалека Тапки можно отбросить Вот так Букетик Сейчас, может, у меня сфоткает Маша Или, наверное, кто-нибудь Я встану с ним Ну вот Здесь зажгли свечку Машенька Все, в общем, сидим Данька там тоже что-то Музычку слушает В общем, вот так Общаемся Ну, такие беседы я, конечно, не снимаю Зачем О чем-то разговариваем То так, то всяк В общем, делимся Эмоциями, впечатлениями Вот Спасибо всем, кто меня поздравит С днем рождения Огромное всем спасибо Моим зрителям Которые долго нас смотрят Любят, комментируют Конечно же Спасибо вам большое Подписывайтесь на канал Рутуб Дзен Ну, ютюбе тоже выкладываю Но в последнюю очередь Сейчас очень долго грузится Все Вот Телеграм-канал у меня есть Вот так вот С вами тоже отмечаю Вот Спасибо вам всем Давайте с вами За день рождения Так, друзья Я сейчас свечку-то рассмотрела Мне там дети читали Что тут написано-то А тут написано Стопроцентный Натуральный Кокосовый Воск Воск Вот А это не то, что Кокосом пахнет А я говорю Не пахнет А кокосом А пахнет какой-то сладостью И еще чем-то И вот тут написано Тыква И карамель А стопроцентный Натуральный Кокосовый воск Ну, это понятно Там и дерево Написано Воск Энда Да Это что Вот это все В общем Что Свечка натуральная Полностью Запах Это не описывает Действительно Пахнет Сладостью Ну, может Тыквой Не знаю Тебе, может Показалось, что тыквой Ну, может быть Не знаю Ну, каким-то пирогом Я бы сказала Карамель Точно есть Сейчас пофоткались Вот сидим Сейчас я салатики Наверное уберу Чтобы они заветривались А так можно Ягоды еще поесть Посидеть Так, я Маше говорю Что, наверное, свечку С тыквой Это сейчас продают Хэллоуин же сейчас У нас Спас Тыквенный Урожай, да А у них как Хэллоуин Полагали, что в это время Открывались двери В потусторонний мир И духи могли появиться Среди людей Ну, и что? Ну, вот это так и связано Для защиты люди Наряжали звериной школой Там и то сё Пожди, а еще я читала Что А, это День Благодарения С индейцами связано После массовой эмиграции Ирландцев и шотландцев Вот, праздник получил Широкое распространение В США Вот И поэтому тыкву Они используют Потому что это В честь урожая Получают изначально А одеваются Ничего Во всякую ничь Ну, чтобы отходить Из духов Понятно Изначально Это было тоже Связано с урожаем Ну, да Такие милые мисочки Понятно Всё, салаты я убрала Кому надо Тут достанет Хорошо, чтобы не открыли Те еще салаты Потому что Как раз доедим Эти два, да Ты свой доела Ну, который ты брала Себя столичный Ну, как бы Она не то, что брала себе Все могли его есть Но, как бы Каждый взял то, что он хотел Чтобы на столе это было Вот И Маша в основном Как бы это салаты ела Надоел Сережа, мало ела Я говорю А я Ну, два салатика попробовала И, в общем Их надо еще доедать Поэтому хорошо, что мы не открыли У нас еще винегрет И с креветками салат Это уже Тогда все Все будет завтра, да, Маша? Угу Вот, не знаю Маша завтра, наверное Тебе папа что сказал? Повезет тебе? Наверное, на такси поеду Не знаю Еще не сказала, да В общем, ну, он плохо себя чувствует Поэтому Маше завтра надо уезжать Обязательно у нее дела В Москве Плюс у нее урок корейского, да, там Английского Английского Ну, я уже путаю Она и корейским занимается, и английским Вот, в общем, завтра у нее уже есть занятия Очные Не такие, как онлайн Нельзя И плюс ей надо ехать в Москву Решать дела некоторые Пока мы не говорим, какие Ну, если все получится Потом расскажем Правильно? Да Вот И поэтому Ей надо ехать Сережа В Москву, наверное, точно не поедет Вот мы думаем В Можайску Наверное, довезет Оттуда Раз можно электрички уехать Угу Или до Можайска надо будет на такси Так-то дети ездили Расскажи, как вы ездили Что вы ездили папе за лекарством Вчера А, ну да, ездили на такси Да, место моего дня рождения Папе вот было очень плохо Но Сережу Вот И, в общем, утром встали Тут же как Пешком не дойдешь До аптеки Угу Так что пришлось Ехать на такси Сказали такси Приехали туда Купили лекарства Сказали такси обратно Потому что этот водитель Ну, мы его спросили Но он сказал о том Что он не может нас подождать Не может отвезти нас обратно Ну, Сережа сказал Что типа Скажите ему подождать Но он не захотел Поэтому мы заказывали обратно Другое такси Ну, вот нас привезли Мы пришли Даем лекарства Оказывается Одно куплено хорошо А второе Куплено не в том формате В виде гелия А не в таблетках Да Пришлось еще раз Ехать обратно От спины На этот раз Да, они, получается Заказал так Чтобы там было Как бы С ожиданием То есть Что ты Он прямо на карте Это такси он заказал Да Когда заказывал Он поставил там как-то Что ты доезжаешь до того места Там тебя ждут Потом этот же водитель Тебя отвозит обратно Вот Но там за ожидание Надо платить 40 рублей получается Ну, где-то минута 9-10 рублей Нам вышло Вот Мы туда доехали Купили Она, кстати Еще до того Как мы сели в такси Я позвонила в аптеку Спросила О том Есть ли у них в наличии В таблетках Это что, поедем А у них нет Вот Да, она сказала Что у них есть в таблетках И когда мы уже прибыли В аптеку Она сказала о том Что она по голосу Поняла, что это я звонила Угу Ну вот мы купили И, соответственно Он нас подождал Да, мы сели Вернулись обратно Ожидание стоило 40 минут Ой, 40 40 рублей 40 рублей 9 рублей минут То есть они были Всего 4 минуты Ну, это 4-5 минуты Сколько там 40 минут Но дело в том Что когда они вызывали Такси Хотели, чтобы он подождал Они сказали Что они оплатят ему То есть, в принципе Он же, если бы Они обратно бы Не заказывали его Лично бы Вы дали ему деньги То он не платил бы Сбор Яндексу Ну, он сказал Да, они сказали Что можно выплатить Там электронную наличку Да, то есть как бы Там проблем не было То есть они бы оплатили Он просто заканчивает заказ Другой не берет Потом с ними проехал бы И, ну, как бы То есть, как Сейчас скажу Их заказ завершенный То есть не то, что Он прерывает заказ То есть то, что Они заказывали От нашего дома До аптеки Он довез их И вот дальше Когда он завершил заказ Они сказали Что Если хотите Можете нас подождать Мы сейчас тут Минуту-две И домой доедем И вам оплатим Ну, сколько вы скажете Вот Плюс Если бы они оплатили То это без Сбора Яндекса Как-то они платят Яндексу еще За каждую поездку Ну, даже выгодно было бы А если Яндекс следит Их маршрут Увидит, что Он обратно довез Чтобы за поездку Нет Ну, они могут следить Но заказа нету Какая разница Он в свободное время Может делать Что хочет Он не может Если бы Вы заказали заказ Например, он приехал сюда И отменил этот заказ И поехал бы по тому же маршруту Для Яндекса Может быть, конечно Это было бы странно Ну, типа Как это То, что заказ ему дал Яндекс А Он приехал сюда Поехал по этому заказу Типа Ну, по маршруту Но, типа Сказал, что заказ отменен Понимаешь А то, что он туда приехал А дальше поехал Мало ли куда он поехал Это его личные дела То есть, в Яндексе Такого заказа нет Они ему такое не передавали В свободное время Они могут делать Что хотят Ну Ехать куда хотят Может, у него знакомые едут Может быть, он вас и решил Подвезти обратно Но это он уже Вы через Яндекс Не заказывали его Заказ завершен Если он с кем-то договорился Может, вы его знакомые Он такой Хорошо подвезли Может, знакомые Подвозят Сейчас вообще бесплатно Понимаешь Это ерунда Это уже ни о чем Яндексу Самое главное Что заказы Которые передает он Чтобы они не везли Их, знаешь Не отменяли И не везли Как бы без комиссии Ну, то есть, вот это вот Ну, то есть, ты понимаешь Как бы Вот вы заказали Он приехал сюда Отменил заказ Сказал Ой, у меня заказ слетел И не платит комиссию Так Яндексу А у нас, кстати Так в Сочи нас возили Приехал Человек Мы заказали машину Из Адлера В Сочи Это, в принципе, большая сумма Получалось Он такой Ой, я что-то нажал И заказ ваш отменен Потому что баба пришла Заказ закончен Типа он уже все Он говорит Ой, ну ладно Я вас все равно отвезу То есть все Ну, понятное дело Что он просто закончил заказ Для того, чтобы Нас повезти И не платить комиссию Яндексу Потому что заказ большой Ну, комиссия тоже будет Не маленькая, понимаешь Вот, но только Яндекс этого не любит То есть, он все время так делает Я не знаю, как он это делает Проворачивает Потому что это странно Ну, то есть, заказ есть И он отменил его раньше Либо деньги списываются Ну, если бы мы вообще Отменили заказ Вот мы С нас какая-то Уднеустойка делается Если отменяет заказ Водитель с него Уднеустойка А тут он поехал И типа Завершил заказ Как так Деньги не сразу Разу списываются А папа Там не по карте платил Там просто была сумма Которую он должен был Типа заплатить в конце И тогда он заплатил Это мужчине? Ну да, заплатил Просто перевел на карту Сколько он сказал Просто по факту Получилось, что Он нас провез Две минуты Сказал Ой, что-то я тут Нажакал Нажмакал И заказ ваш отменился Мы говорим И что? Он говорит Ну, ничего, ничего Я вас повезу все равно Типа За те же деньги Сколько там у вас было? Ну, так Правильно За те же деньги Только комиссию он платить Не будет Яндексу Яндексу Он заплатил комиссию На две минуты Нашей езды Ну, и заказ завершил А мы ехали в Сочи Это было 30 минут Из Адлера Он может сказать Типа, что Вы попросили его высадить Через две минуты А что? Мы же вот Назаправили Как все скажете Ой, не Давайте вот на этом Переносят Близко Правда, если расстояние Далеко, конечно Да Подозрительно Вот такое Передумали ехать Ну, тогда с нас Комиссии должны были снять Ну, я не знаю В общем, я не знаю Как это делается Но по факту Получилось то, что Мы должны были заплатить Ему, например, официально Официально должны заплатить Были там тысячу рублей С чем-то, да Там до Сочи Мы так и заплатили ему Вот ты представляешь С тысячи рублей Там он платит Комиссию Яндексу К примеру Даже если 10% 100 рублей То может и 150 Я не знаю Сколько комиссий у них Ну, за то, что заказ Понимаешь А так он просто Нас провез 2 минуты Типа Оплата там была Рублей 50 С 50 рублей заплатил 5 рублей Комиссию А дальше нас вез А мы заплатили ему Все те же деньги Которые Типа Яндекс нам насчитал Вместе с комиссией А если Ну, в приложении Был написано Яндекс принимает Только на Яндекс Электронные деньги А как тогда Это же не водители платят Это ведь автоматически Яндексу переходят Все деньги Нет, если ты наличкой платишь Водитель должен оплатить Просто ему Их услуги Свои оставляет Их оплачивает На него начисляется У него висит баланс С него списывается Ты же имеешь право Наличкой платить А у вас стояло Что платить наличкой Папа всегда платит Переводом Но перевод Это как бы Тоже Это как наличка Почему? Потому что на карту Его Это не на Яндекс Наличка Но потом просто Перевести на карту И все Ну, то есть как бы Для Яндекса Это наличка А Для водителя Папа, конечно, наличку Ему не дает Он просто говорит Можно перевести вам на карту Но все же По телефонам Это нелегальный способ По сути на карту Нельзя переводить Ну, это вот Должны деньги Пойти Яндекс Да, не водитель Ну, так ты наличкой же Можешь платить В Яндексе Что нелегального-то Все легально В Яндексе Яндексу пофиг Он считает То Если просто Ты сразу на карту Переводишь Это обезопасивает Просто таксиста Что ему Могут не заплатить Вдруг А ты точно тут заплатишь Потому что с тебя спишутся Все Друзья, слушаем музыку С днем рождения Достовезения 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 С днем рождения Маша Настроение Машенька Давай И самых преданных друзей В общем, мы с Машей Самые стойкие Да, Машуль? Да Остались тут Уже Уже, смотрите Стол вот так поставили Все Тут у нас только фрукты остались Не, ну кто что хочет Может взять В холодильнике Так, все Вот И в общем Просто танцуем Поем Днем жить Ждения Успеха, радости и везения Рождения Настояния Настояния Давай этот Днем рождения Что там Успеха, радости и везения Успеха, радости и везения Вот так поставили стол И слушаем музыку Сейчас Машу другую Включу песню Еще придешь, нет? Не знаю, что Хорошо Смотрите, друзья Так, пойду сейчас Ютюбчик Ютюбчик Включу что-нибудь хорошее Сейчас будет дискотека Авария Ну, знаешь, что Тут будет Походу концерт Уже будет Четесь Уже будет Ей 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 Мой партий. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok